ну и теперь попробуем сделать дневное освещение уже по-новому в используя артрендер и используя новую систему дневного освещения ничем особо она не отличается в общем все то же самое вот просто немножко по-другому работает и в других местах находится так ну первым делом наверное все-таки выставим ракурс то есть у нас будет пм то есть перспектива если вы еще не успели доделать всю геометрию ну можете таскать в процессе ее делать тут неважно особо вот так сейчас место от перфоманс-мода ну лучше все-таки переключиться на хай-квалити вот тут есть один маленький момент который заключается в том что артрендер который мы сейчас сразу поставим рендер сетап он настолько здоровский что не поддерживает такую в общем то элементарную вещь как оверрадинг материала конечно вот ну просто но удивляешься на самом деле этим прекрасным людям вот так что придется в явном виде все это красить серым материалом открываем редактор материалов материалов general ну пускай это будет физический материал в котором мы просто для скорости перейдя в режим advanced уберем reflection то есть у нас будет просто чисто диффузный материал серенький вот такой выделяем все объекты в сцене control а и наваливаем этот материал на эти объекты и science selection пока редактор материалов можно закрыть я его сторонку отнесу так для того чтобы сделать дневной свет для артрендера делается такая штука так у нас рендер сетап артрендер стоит продакшн рендер мода до артрендер настройки неважны делается такая вещь как сам позиционер то есть некая такая вот иконочка которая определяет собственно говоря где у нас солнце и как оно направлено сразу можно настроить его так чтобы север был на нужном направлении ну и мы видим с вами что все очень яркое потому что все таки использование дневного света подразумевает наличие физической камеры мы находимся с перспективе нажимаем control c у нас создается физическая камера заходим эту физическую камеру select camera и сразу устанавливаем значение экспозиции экспозиции тут же сама сделалась ну в таргет где-то 15 потому что для дневного света это как раз оно и есть так что-то лучше от этого не стало ну попробуем давайте попробуем сделать рендер достаточно долго идет инициализация потому что тут у у нас объектов достаточно много я вам категорически советую если использовать сопен сабдива там либо турбосмуз и так далее убрать отключить эти модификаторы либо сделать значение такое поменьше ну вот видно хорошо что вот оно все отработалось прекрасно все вот а если вы не хотите использовать именно физическую камеру с дневным светом хотите использовать там вид из перспективы например то это тоже совершенно спокойно можно сделать заходим в окружение и вот здесь просто задаем значение экспозиции глобальная 15 он почему-то уже тут уже и стоит на самом деле а и use physical camera control if available почему-то у меня это отключено но вот я его подключил ну теперь на самом деле будет из физической камеры все это смотреться лучше теперь если хочется увидеться как собственно говоря выглядит небо в авиапорте либо из физической камеры вы можете либо просто на виде с перспективы вот в этом самым high quality включить отображение бэкграунда то сейчас если мы посмотрим на environment настройки environment вот они у нас там должен быть sky environment physical sun и sky environment и посмотрим как это выглядит во вьюпорте как это выглядит во вьюпорте так здесь вьюпорт бэкграунд environment background сейчас немножко подумает и должен выдать нам небо да ну либо лыжи не едут у меня либо еще что то вообще то это небо должно показываться и его в и порте в том числе да удивительно так ну не показывается и ладно если уж на то пошло так что у нас получается и так управление ну тут без косяков мы не обходимся выбрать вот так вот кликнув на на но вот эту иконку ничего хорошего из этого не получается нужно кликать именно на компас тогда мы получаем сам позиционер здесь задается собственно говоря то как вы управляете этим делом то есть у вас здесь есть возможность задать время дня день года и соответственно место где вы живете еще сан-франциско калифорния либо вы можете использовать файл виза то есть файл погоды ну интересно мы об этом поговорим можем поговорить либо вообще вручную то есть можете взять это солнце для этого нужно перейти к под объекту это солнце и вот как раз вручную можно двигать на заработку наконец то что то такое какие то тени даже появились вроде бы как то вот так пускай у нас светит это солнце а теперь собственно говоря настройки дело в том что здесь ситуация такая что источника света солнца как такового нет оно не существует в принципе вот и у нас этот сам позиционер просто генерит окружение и уже оттуда берется этот свет поэтому настраивается это все не здесь здесь мы только вот как бы действительно ставим позицию откуда солнце светит а настраивается все это в редакторе материалов мы открываем редактор материалов буква м и метод instance вот собственно говоря настройки солнца солнце и небо ну и если присмотреться в очередной раз ничем они не отличаются от металловского неба то есть здесь вы можете задавать модель прежде всего либо это модель притама либо вот межит то есть это уже более такая серьезная модель но для того чтобы она работала нужен файл соответствующий подгрузить в принципе здесь можно поставить пару чисел но лучше использовать именно какой-то файл а вот так если физикал то у нас здесь появляется всего один единственный на самом деле параметр который отвечает за то как выглядит это как выглядит это небо и какое солнце это хейс и если мы начнем его увеличивать то из голубого неба у нас получается небо вот такое ну собственно говоря на что это влияет это влияет конечно на цвет освещения но еще и на баланс баланс между солнечным светом и светом от неба то есть вот если сейчас в таком состоянии попробовать сделать рендер то мы увидим вот такую картинку голубое небо хорошая тень четкая тень от солнца то есть мы имеем с вами освещение в солнечный яркий солнечный день где-то очень близко к полудню если же мы изменим хейс ну допустим на одно какое-то там максимальное значение единицы это конечно слишком получается ну допустим пускай ладно пусть будет единица давайте посмотрим чем все это кончится ну собственно вот изменился изменился конечно цвет то есть это такой получается получается желтый свет рассеянный но самое главное что здесь мы видим это то что изменился баланс то есть больше света идет от неба и меньше идет от солнца то есть вот такая и такой вещи можно устроить себе такой более мягкий свет и наоборот более жесткий но это все что касается там физики а теперь собственно по поводу не очень физических вещей потому что все таки ну макс это вам не совсем уж такая уж жесткая конструкция то есть хейс мы возвращаем единицу и что приятно это все отображается на этом шарике как раз все наши телодвижения итак первое интенсивность мы можем в принципе действительно уменьшить или увеличить яркость собственно говоря от этого дневного света это бывает полезно когда вы делаете совмещенный свет естественный и искусственный и вам хочется чтобы то и то было и при этом вам хочется чтобы допустим искусственный свет был сделан по правде если вы сами знаете если днем включены фонари то от них никакого толку нет но вы мы можем с вами по себе позволить сделать освещение искусственное наружное по правде а дневной свет приглушить вот этим вот этой самой интенсивности и интенсивность солнечного диска также можно изменять в ту или иную сторону то есть можно вообще сделать его нулем и мы с вами увидим что вот здесь вот такое вот пятнышко иногда бывает полезно дело в том что вот яркая вот эта точка которая там символизирует собой солнце отражаясь она очень часто дает такие ну очень мощные такие светлячки поэтому вот это интенсивность диска можно иногда свинчивать glow intensity это как раз вот такое вот свечение вокруг солнца можно сделать его побольше поменьше можно вообще отключить ну вообще нежелательно размер диска солнца кстати 0 может быть нет нет 10 процентов но вот если брать зачем может это понадобится тени вообще тени получаются правильные если у вас размер солнца 100 то процентов то у вас тени такие какие должны быть но если хочется сделать тень немножко помягче пожалуйста можно диск солнца сделать 200 процентов интересно какое максимальное значение ну я думаю что 1000 процентов ну пожалуйста такое солнце ну такое солнце нам не нужно оставим 100 процентов небо соответственно то же самое можно интенсивность небо менять вообще от нуля то есть мы получаем с вами ну практически можно вообще можно сделать не дневное освещение а ночное то есть солнце можно запросто использовать в качестве луны то есть попробуем где интересно что получится вот как получилось неожиданно достаточно результат какой то получился ну может быть ну может быть ну может быть ну может быть то есть небо здесь практически не работало да sky intensity единица так две модели физическая и между это уже говорил ну а дальше есть такие вещи как блюр горизонта вот сейчас он практически мы видели да что у нас четкий горизонт но можно его немножко подблюрить сделать его там допустим два градуса вот он пошел блюрится и высота горизонта вот очень часто демонстраторы этих вещей показывали ситуацию когда не объясняя на самом деле совершенно не объясняя зачем они это делают они немножко меняли высоту линии горизонта дело в том что вот при некоторых ракурсах например при таком вот ну очень странно что вот здесь что то такое до бесконечности уходящая вещь горизонт вы можете совершенно спокойно высоту горизонта сделать вот только я не знаю в какую сторону попробуем по моему в минус один да 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 есть в отрицательную а тут вообще непонятно почему здесь градусы присутствуют так и и опять начинаю оторваться да так 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 опа минус два работает ну давайте попробуем ну да то есть мы видим с вами что мы так немножко поднялись над землей и вот как раз вот это убирание вот этой линии горизонта если у вас там еще лес какой то все таки дело хорошее вот раз уж мы на горошке стоим да там ничего особенного быть не должно так так граунд колор ну в принципе все то же самое что и с менталовским солнцем и небом абсолютно одинаково единственное что у нас ситуация такова что он не генерится прямой свет то есть здесь работает вот именно вот этот вот это вот полусфера насыщенность saturation которая бывает полезна тогда когда вы делаете такой ну рендер где хотите показать цвета ваших материалов то есть не без дневного света без добавления да вы можете поставить saturation 0 и у вас будет просто свет серый нейтральный и есть возможность сделать небольшой тинт этого неба ну например если бы мы были с вами на марсе то мы можем вот это небо немножко увести в красноту например то есть красное такое тоже бывает полезно если вы хотите там получить какой то действительно закат правильный или наоборот в холодной опять же по поводу правильного заката вот как раз опять мы постоянно движемся к ночному небу вот но поиграйте посмотрите на самом деле действительно все неплохо ну и самое главное что в общем то в металл рей все то же самое все более того по аналогичная система сейчас присутствует практически везде то есть и в рее и в короне и практически везде другое дело что сейчас в принято новая модель более такая похожая на правду но эта модель тоже в общем то apa неплоха я я я я я я я